Дочкам гостям, я Джетли, и я немножко приболела, поэтому я сейчас покажу вам видео, которое я записала много заранее, до того, как заболела, и потом, когда буду чувствовать себя получше, наверное, мы либо устроим стрим, либо я сниму вам какое-нибудь интересное для вас видео. А пока я бы хотела поблагодарить вот этих вот людей, которые на маленьких листочках написаны, ну, типа это донатеры, которые мне донатят, и подписчиков, которые меня рисовали вот сзади, вот картины, вот. И давайте начнём, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok Эта хрень стоит почти две тысячи, но тысячу с лишним точно. Вот, и, как писали, это самый действенный ошейник, который убивает блох, клещей, личинный блох и вшей. Волосоеды, да? Волосоеды. Запакован он в такую хреновинку. Эта коробочка, она железная. Вот так она выглядит. Форест – это ошейник для кошек, это с обратной стороны, вы можете прочесть, что тут написано. Сама пачка как будто обрамлена, видите, ошейником. Не знаю, как вам показать это. Написано Брео. Нет, написано Байер. Байер. Вот, не знаю, разберёте, не разберёте. Скажешь, как-то так. Так, и она ещё запакована в такую плёночку, где есть язычок и красная полоска. Это место, где это нужно открывать. Мы открываем, снимаем вот эту штуку. И... Так, что мы видим? Мы видим ошейник. Сам ошейник, да, он серый, 38 сантиметров, по идее. Так, до 8 месяцев защиты. Это очень круто. И тут пишут ещё, что без запаха водостойкий, и имеет три отражателя в комплекте. То есть, вот это вот, само ошейник. Его надо отрезать, как обычный ошейник, и кончик загибать сюда, загибать. На кошку он одевается, когда хотя бы сантиметр у неё свободно имеется, у горла. Чтобы она, ну, сама себя как бы не задушила. И чтобы он ей не давал неприятных ощущений, когда она передвигается. Вот, ну, и в процессе, в процессе, собственно, жизнедеятельности. Вот это, как я понимаю, отражатели. Отражатели. Такие небольшие. Видимо, чтобы, если ваша кошка гуляет, не попала где-нибудь под машину, или чтобы её быстрее найти с фонариком. И имеется вот такая вот инструкция. Давайте посмотрим, что же мне написано. Общие сведения мы, наверное, читать не будем. Вы можете их почитать в интернете. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения 3 года со дня производства. Запрещается применение фореста ошейника по истечению срока годности. Блин. Видимо, происходит такая хрень, что он после истечения срока годности, в общем, становится токсичным. Это лишь моя догадка, но тем не менее. Наверное, лучше ей верить, потому что... Вдруг что? Чем бог не шутит? Хранить тишинник в закрытой упаковке производителя сухом, защищённом от прямых солнечных лучей, вместе отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0 градусов Цельсия до 30 градусов Цельсия. Так. Ещё формальности некоторые. Фореста ошейника относится к... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Порядок применения. Фореста ошейник предназначена для уничтожения блоков шеи, волосоедов и содовых клещей, продуктирующих на собаках и кошках, а также для защиты животных от их нападения. Противопоказанием к применению фореста ошейника является индивидуальная повышенная чувствительность животного компонентом препарата. Ну вот, дальше тут пишут, что защищает до 8 месяцев. Написано, что почти безвредный, не следует одновременно применять инсекцистинные препараты до других групп. Фореста ошейник не предназначен для применения продуктивным животным. То есть на корову или на козу его нельзя надевать. Интересно, на меня можно надевать такой ошейник? что это мы упаковываем. На дне баночки написано, что эта баночка, в общем, не предназначена для съедобных продуктов. Что мы делаем сейчас? Сейчас я возьму вот этот ошейник, его аккуратненько распакую. Прикинь, его, наверное, лучше класть на коробочку или в коробочку. Кстати, довольно забавно, она рыженькая внутри. Интересно, никогда таких не встречало ни ошейников, ни баночков. Ну-ка, как их открывать-то? Зубами, видимо, их нельзя открывать, потому что мало ли. Вот так. Три светоотражателя. Выглядят они... О, я думаю, вам не будет этого видно. И эта часть будет сто подняк прилегать к кошачьему торсу. Кстати, еще на самом ошейнике написан код. Коды. Так, и это я буду надевать сейчас на бисюка. Бисюк у меня такой большой уже вырос. Да? Хороший код. Следуем мы инструкции. Вот, и одну часть мы отрезали. Вот. Не знаю. Вот как это выглядит. Вот так вот. Тут можно два пальца просунуть. Висюк. Висюк, посмотри в камеру. Посмотри в камеру. Вот. В общем, это было такое немножко... Животное видео. Видео с животными. Видео о животных. В любом случае, я надеюсь, что вам оно в какой-то мере поможет. Если у вас есть животные. Ну, в общем, я просто жду вашей активности. Отзывов об этом видео. Ну, и, собственно говоря, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok